Наш сегодняшний разговор начнется и, видимо, продолжится при следующей нашей встрече, но будет посвящен одной теме, основной материал, который сконцентрирован в лекции восьмой из учебника. Лекция называется «Правда, ложь, обман и умолчание в журналистике». Я просто неизбежно вижу, что не хватит одной пары для того, чтобы осветить эту тему. И по объему в книге-то эта глава, если я не ошибаюсь, одна из самых больших, если не самая большая. И это понятно. Правде, все, что выходит из уз кого-либо в эфир, на широкую аудиторию, все является либо правдой, либо ложью, либо обманом, ну, либо отсутствием некой информации правдивой, это умолчание. А чаще всего, естественно, как всегда бывает в жизни, в отдельно взятом тексте, в отдельно взятом сюжете присутствует комбинация всех этих вещей. Вы должны хорошо ориентироваться в том, в каких пропорциях, где, когда и почему содержатся. Естественно, вы должны понимать в ваших собственных сюжетах, в ваших собственных текстах, чего больше и по каким причинам содержатся. По каким причинам, в частности, помимо внешних причин, вас кто-то заставил или обстоятельства заставили сказать так, а не иначе, неважно, сказать правду, либо не сказать правду, соврать, либо не соврать, возможны, опять же, разные комбинации. Но вы должны понимать и, в общем-то, сознательно в этом смысле действовать. Ваша собственная рука, ваш собственный голос, они что изрекают, правду или ложь, по каким причинам? Даже если нет никакого внешнего давления, никаких внешних обстоятельств, они чаще всего присутствуют. В первой части разговора, то есть сегодня, в основном мы будем говорить о правде. Во второй части разговора, после этой встречи, в основном об обмане, лжи, о лжи, то есть неправде, обмане, то есть преднамеренной, сознательной лжи и умолчании. В этой лекции содержится несколько, в принципе, в писанном тексте оптимально было бы разбить на подгладке эту лекцию, потому что там содержится много еще дополнительной информации, дополнительных перечислений, определений того, какая бывает ложь, какие виды лжи, например, преднамеренная ложь и непреднамеренная ложь, добросовестный обман, недобросовестный обман, ну и так далее. И все эти микротемы, они входят в билеты отдельными вопросами, в билеты экзаменационные, по которым вы будете сдавать экзамены в этом учебном году и в значительной части в экзаменационные билеты, государственные экзамены, которые вы будете сдавать по окончанию четвертого курса. Прошу обратить на это внимание, вот на эти перечисления, которые здесь присутствуют, и на то, что нужно знать не тему в целом, понимать непредприниматику в целом, но и многое из того, что внутри этой лекции содержится. В начале моего курса, так или иначе, все темы важны, как я вам говорил, журналистика, если ее рассматривать как некую теорию, как некую науку, конечно, скорее такую полунауку, по ней нельзя написать учебник, состоящий из трех или четырех томов вот такой толщины. 20-30 тем, главных проблем, вот, собственно, и все, чем является журналистика в теории. А в практике это комбинация этих проблем просто на разных жизненных ситуациях, на разных жизненных эпизодах. Отражение этих проблем в этих якобы многообразных жизненных ситуациях, которые тоже повторяются, все об этом мы будем специально говорить. Но есть такие прагматические аспекты теории журналистки, как писать тотальной текст, как брать интервью. Как брать интервью, там, в варианте газетном, в варианте телевизионном. Это тоже очень важно, этим нужно уметь делать максимально хорошо. Но это прагматика. А есть вот эти фундаментальные проблемы журналистики. Как правило, они концентрируются в моем курсе тоже, как раз в первых лекциях. Вот правда и ложь, это одно из фундаментальных соотношений правды и лжи, одна из фундаментальных проблем журналистики. В прошлый раз мы закончили разговор о свободе печати, смежных свободах. Я тоже говорил, что это одна из фундаментальных проблем журналистики. Это тоже было правдой и легко проверить. Когда разные журналистские корпорации или журналистские корпорации из разных стран предъявляют друг другу претензии, все претензии, они сводятся как раз в «ты свободен, ты не свободен» и «ты лжешь» или «ты говоришь правду». Вот основные. Но еще там есть такая чисто моральная проблематика, профессиональная этика и общечеловеческая этика и их соотношения. Об этом мы тоже будем говорить отдельно. В тексте печатном лекции это есть. Я этот пример привожу. Конечно, без всякой надежды, что кто-то когда это сделает, но хотя бы умозрительно можно это сделать. А если есть время, полчаса, сидишь у телевизора и смотришь какую-то информационную программу, то вот можно этот эксперимент для себя самого провести за эти полчаса, что совсем нетрудно, но многое для вас прояснится. некое отрезвление наступит. Такое профессиональное, очень полезное. Так вот, какой это эксперимент? Он очень простой. Тем более, что в любом канцелярском магазине сейчас можно купить соответствующие атрибуты. Итак, правда, ложь, обман и умолчание. Четыре буквы. П, Л, Л, извините. П, Л, О, И, У. Покупаете в магазине штампы с четырьмя этими буквами. Берете газету, вышедшую сегодня. И на материалы, которые читаете сплошняком из этой газеты, ставите вот эти лиловые штампы. Или какие там у вас есть чернила. Где, на ваш взгляд, правда, где ложь, где обман, где содержится умолчание. Уверяю вас, ну, тут весь интерес, наверное, в соотношении. Уверяю вас, что не найдется газета, где даже вы не очень профессиональные пока еще читатели, получите сплошную букву П на всех текстах. Или сплошную букву Л, то есть ложь, Л, на всех текстах. Вы получите пеструю картину. Вот когда говорят, что средства массовой информации много лгут, это такая общая оценка. Много, что такое много, мало. Одна статья из десяти – это много, одна из ста – это уже мало. А может, это как раз статья, которая на первой полосе, и в ней главные проблемы сегодняшних дней трактуются определенным образом. И там содержится эта ложь. Но когда ты получаешь эту картину вот в реальности, в физической реальности, с этими штампиками, вот ты понимаешь, что тут какие-то сложные происходят процессы, которые не укладываются просто в стандартные, такие обывательские в данном случае оценки. Средства массовой информации много лгут, а это плохо. Вот я утверждаю, что нет средства массовой информации, которая не лжет. Ни одного нет такого. Ни одного. Хотя многие говорят, что есть такие. Ну, там, правда, могут же ошибиться, но не более того. А вот так же, как нет ни одного человека, который не лжет, а журналист – это человек, просто оплённая профессия. Так нет ни одного средства массовой информации, кто не лжет. Другое дело, что это за ложь, как она появляется, каким причинам, сейчас мы об этом поговорим. Ну, в первую очередь, оттолкнемся от правды. Сидишь перед телевизором, листок бумаги, проходит сюжет, и ты его номеруешь, и вот там ставишь «пэ-пэ-пэ-пэ-пэ», там идет «правда-правда», потом раз, замечаешь, ложь «эль» ставишь, ну, вот полчаса и получаешь такую картину. Это даже увлекательно. Так вот, сначала возьмем такой тоже теоретический аспект от этой проблемы. Сейчас, наверное, вряд ли вы с ним знакомы. Раньше даже в школе что-то об этом говорили, в средней школе. Сейчас вряд ли. Есть общее представление, что вот связанное с 74-летним опытом нашей страны пребывания под руководством Коммунистической партии, под политическим управлением Коммунистической партии, что там вся журналистка была лжива, теория марксистско-ленинской журналистки лжива, ну и так далее. Вот я утверждаю, что марксистско-ленинская, ленинская, точнее говоря, Теория журналистики, теория массовой информации, тогда еще этого определения не существовало, она гораздо более правдива, гораздо объективнее, чем либеральная теория журналистики. Либеральная или по-старому буржуазная. Практика советской журналистики действительно отличается не во всем, в том аспект, о котором мы говорим, в худшую сторону от практики буржуазной или либеральной, или рыночной журналистки. Но теория, безусловно, честнее, объективнее ленинская. А в чем составит ленинская теория журналистки, если ее по данному вопросу сконцентрировать в несколько слов? Собственно, эти слова и сам время произносил. Он говорил, что свобода буржуазного журналиста, буржуазного, опять же, по нынешнему, либерального, в смысле, принадлежности какой-то группе, какой-то идеологии, в рыночные, эти приористички, рыночные СМИ. Свобода буржуазного журналиста есть в зависимости от денежного мешка. И многие журналисты сегодняшнего дня, которые при советской власти, как они утверждают, активно с ней боролись, активность многих ими самими сильно преувеличена, но это отдельный вопрос. Когда-то приветствовавшие наступление этой рыночной, свободной демократической журналистики, сейчас говорят, а вот теперь мы зависим от хозяина, а это еще хуже, чем когда-то от партийного комитета, потому что партийному комитету мы что-то могли возразить, поспорить, а с хозяином как поспоришь? Либо пиши, как он хочешь, либо он тебе зарплату уменьшит, можешь там думать все, что угодно, или вообще перестаньте опечатать, иди и ищи себе другое место работы. Повторяю, в этом смысле Ленин прямо утверждал, что не бывает абсолютной свободы печати. А раз нет абсолютной свободы печати, то есть это масса информации, след на журналисты не могут говорить всегда правду. Если они будут писать неправду, это неизбежно. Почему? Потому что они зависят от этого капитала, от хозяина. Но тут есть существенный нюанс. Ленин и остальные теоретики марксистско-ленинской журналистики, советской журналистики, но это, впрочем, и в других странах существовало, там, где были мощные коммунистические партии, и тем более, если они находились в власти. Но тут были дополнительные оговорки. Не просто так, что наши журналисты коммунистические пишут правду, а там божиазная неправда, такого не утверждалось. Правда бывает разная. Так говорят все. Особенно в этой коммунистической теории журналистской различалась истина и правда. Истина – это абсолютная правда. Правда в таком виде, как она есть, если ты ее полностью познаешь. Ты журналист, в данном случае, донесешь до аудитории. Как известно, истину познать до конца нельзя. Особенно даже в житейских часто вопросах. Три человека присутствовали при неком событии, при драке. И все три по-разному описывают то, что происходило. Даже кто кого первым ударил. Три человека, вроде бы свидетели, по-разному об этом рассказывают. Тем более, если речь идет о самих участниках дараки. А правда – это то, что мы знаем сегодня об этой истине. То есть, какая-то часть истины, не вся. Мы еще недостаточно знаем. Кто-то из журналистов лучше проникает в суть проблемы, кто-то хуже. Недостаточно информации, такой конкретной, для того, чтобы полное представление об этой правде, которая в этом случае пройдется в истину. Более того, там утверждалось, что у каждого класса своя правда. Классовая правда существовала. Множество конфликтов профессиональных в сегодняшних средствах массовой информации, в том числе, который выплескивается наружу, связанное с тем, что это не осознается в вашем возрасте еще. Некоторые даже не понимают уже многие годы работы в средствах массовой информации. От того, например, что они с генеральным директором какого-нибудь телеканала, или с главным редактором какого-нибудь издания в буфете, в коридоре, на «ты», тому, что учились когда-то вместе, или когда-то работали в одной редакции в равных примерно должностях, они думают, что ну и вот и Петя такой же, как я. Дело в том, что в каждом обществе, что очевидно не всегда опять же воспринимается в определенном возрасте, в определенных социальных позиций, как минимум, не будем брать жесткие определения, есть класс управляющих, а класс управляемых. И, соответственно, те, кто принадлежит к классу управляющих, и те, кто принадлежит к классу управляемых, помимо того, что у них разный материальный уровень жизни и прочее, и прочее, и прочее, у них просто часто разные интересы. Ну, это то, что вот как раз марксисты называли классовыми интересами. Генеральный директор, главный редактор любого более-менее крупного издательского дома, холдинга, телезионного или вообще медийного холдинга безусловно принадлежит в любой стране, в России, в США, во Франции, в Германии, безусловно принадлежит классу управляющих. Безусловно. Все, начиная там с узкой группы, чуть ниже, вернее, узкой группы так называемых, как сейчас говорят, топ-менеджеров, этого холдинга, этой компании, этой редакции, все наемные работники, все принадлежат классу управляемых. Ну, просто не может быть совпадения, не может быть совпадения интересов, полного, по крайней мере. В определенных ситуациях оно может быть. Так вот, как говорили марксистские теоретики, журналистики, вот есть классовая, правда, она одна у рабочих крестьян и интеллигенции, которые вместе с ними, и трудящиеся интеллигенции, и есть классовые интересы у вот этой буржуазии. Они не могут совпадать. Классовые интересы, классовые, правда, соответственно, рабочих, она ближе к той истине, которой мы все движемся. Достигнем, не достигнем, не важно, ближе к той истине. Поэтому в любом случае, классовые, правда, коммунистических журналистов ближе к правде вообще, к истине вообще. Это первое, что, конечно же, не соответствует действительности. Но я отмечаю то, что такая оговорка делала, что не говорилось просто, что всегда правы, вернее, что не говорилось просто, что по определению журналист, работающий, как коммунистический журналист, лучше буржуазного. Нет, вот это правда классовая, ее плохо может отражать журналист, работающий в коммунистической печати. В целом, правда этого класса, она лучше, чем правда класса буржуазии. Второй, была и другая корректировка. Было такое понятие, партийные журналисты, партийные женские, партийная правда. Это как раз имеет непосредственное отношение к тому заданию, кто я вам дал, к выборам, к нынешней ситуации. Ну, в частности, не только к ней, но в частности, поскольку сейчас предупрежденный период. Нет в мире, вне партийных, неправильно сказал, не беспартийных, беспартийные, бесформальные привязки к тольной партии, большинство средств массовой информации. Но вне партийных средств массовой информации нет. Потому что все владельцы и руководители средств массовой информации, входя в правящий класс, безусловно, не могут игнорировать интересы этого правящего класса и свои собственные как части его. А оформляются сегодня интересы через политические партии. Вот таково сегодня строение общественной жизни вот в этой ее составляющей, помимо бытового, уличного и иного уровня. Следно, так или иначе, партийные предстрастия, предстрастия к политике, к поведению, к стратегии, к идеологии той или иной партии политической или группе партий, тут же важна не такая привязка формальная, они, бессловно, есть. Всем известно, нет партийных газет в США. Да и в России сейчас нет партийных газет, то есть у каждой партии есть какая-то газета, но я повис, что вы даже названия этих газет не вспомните и никогда не видели эти партийные органы. Но, безусловно, мы можем очень легко разложить печатную прессу, прессу, извините, пресса и печать это одно и то же, прессу современной России по партийным симпатиям. В Соединенных Штатах нет никаких органов, у партий. И все газеты, как известные, как я вам, наверное, уже говорил, частные, тем не менее, все знают, что Нью-Йорк Таймс это газета, симпатизирующая традиционно давно всегда демократической партии, а Вашингтон Пост это газета, фактически главный национальный рупор республиканцев. Никаких формальных подвязок и всего прочего. Так вот, в данном случае к чему это? К тому, что партийная правда, а партия всегда участвует в борьбе, по крайней мере, вот в этой предвыборной и дальше на выборах. Следно то, что интересна твоей партии, следно то, что выгодна твоей партии, нужна твоя партия для победы, для победы ее точки зрения, для победы ее на выборах, естественно, будет отражать эти массы информации. И, естественно, они не будут говорить о своей партии плохо, естественно, они будут искать по русской пословице соломинку в глазу оппонента, врага, конкурента и делать вид, что не замечает бревно в собственном глазу. Это так и в жизни, но так и в политике и новой и не может быть. И, соответственно, коммунистическая теория печати, Ленинская, она декларировала, что вот эта партийная правда, она необходимость победы твоей партии и правда, которая на это работает, она, собственно, и позволяет тебе ограничивать, сознательно ограничивать вот эту собственную свободу выражения, в том числе в изложении той или иной правды или, ну, относительно того, что нужно лгать, конечно, теория так не утверждала, но по умолчанию, в общем-то, из этого следовала. Но вот эта честность, что немногие осознают и понимают этой коммунистической теории печати, обращаю ваше внимание, что это же теория печати была сформулирована не сегодня, а сто лет назад, то есть тогда, когда еще остальные теории печати, вот буржуазные, то, что она называлась, они под давлением гигантского числа искажения правды, которые присутствуют в СМИ, они еще не подошли к тому, чтобы признать, что ложь, умолчание, обман является тоже каким-то неизбежным продуктом вот той журналистике, идеалом, которой они поклоняются. Факты уже были тогда, но теоретически это еще не было осмыслено. Коммунисты, исходя из определенных причин, сформулировали это давно, но поскольку в практическом применении этой коммунистической теории журналистики была монопольной, то есть никакого другого она не допускала, никакого другого взгляда, как правильного она не допускала, и, соответственно, никакой другой практики, как правильной она не допускала внутри той территории, на которой этих догматов придерживались. Вот эта тотальность и монопольность они приводили к тому, что честнее указывая на то, что журналистка не может быть каждодневно всегда абсолютно правдивой, в реальности сама коммунистическая печать по многим, по крайней мере, позициям, в первую очередь по особо ее волнующим политическим, гораздо больше искажала действительность, чем вот эти продажные, зависящие от капитала, от денежного мешка, буржуазные журналисты. Хотя если по некоторым политическим компаниям замерить, то даже в этой ситуации еще неизвестно, кто когда больше врал. Но это уже разбор конкретных коллизий в истории журналистики. Идеальный вариант это соединение на мой взгляд идеальный вариант соединения вот этого трезвого честного подхода, который предполагала коммунистическая теория журналистики с практикой рыночной либеральной журналистики. Когда ты отбрасываешь что-то и говоришь «Вот это плохо, а хорошо только что я думаю, что я считаю, что я пишу», это всегда не совсем профессионально, чаще всего не совсем профессионально и скорее всего это неправильно. Жизнь есть синтез, есть многообразие разных явлений, их сочетания, есть это жизнь, есть то живое, а что выживает, что конкурентоспособна и что соответственно отвечает законам этой жизни. Теперь еще один аспект этой проблемы. даже в рамках наиболее близкой, популярной сейчас и пропагандируемой теории, рыночной теории, либеральной теории, журналистской средств массовой информации все равно содержатся два полиса трактовки проблем, связанных с этим понятием правды. То есть, опять же, как я сказал, доказать, что любой журналист говорит не всегда правду, а часто неправду, очень легко. Таких примеров множество. Но как-то нужно в этом разобраться, почему это происходит, а главное для практики, а что делать? Все декларируют то, что они хотят максимально объективно информировать, честно комментировать и прочее ради классовой правды или ради правды как таковой вообще Института Свободы Печати Слова и все остальное. Но все равно провозглашает вот эту цель. А опыт показывает, что лжи больше, чем достаточно. Как разобраться в том, что журналисты говорят много неправды. Тут есть два полиса. Первое, у каждого своя правда. Ну как опять же, два дерущихся. Кто прав? Ну суд рассудит, вынесет вердикт, кого-то посадит, признает виновным. В редких случаях там обоих. Чаще кого-то одного определяет. Но если пока по... А вот у него было тяжелое детство, а его только недавно обидели, это. А еще какие-то факты мы не узнали. Этот утаил, этот не сказал, этот указывал, но не нашли. А он оскорбил его до того, два дня назад такими словами, но свидетелей не было. Ну, можем ли мы доверять суду в том, что в том, что он все, все, всю сумму обстоятельств, связанных с дракой двух конкретных людей, обсудил. По нашей сегодняшней прессе, по телевидению, да каждый день показывают какие-нибудь процессы, судебные решения по которым можно поставить под сомнение. Особенно, если ты сидишь у телевизора, и ты вот непосредственно не связан, и можешь так вот рассуждать с сознанием некоторых жизненных реалий на эту тему спокойно, хладнокровно. И когда нет ответственности за принятие решения с определенным последствием, ты не являешься судьей, просто ты говоришь, а давайте трезвь взглянем на ситуацию, и можешь оправдать чуть ли не любое. И сейчас этим пользуются адвокаты. Вот адвокаты как раз это те люди, которые в первую очередь находят те элементы правды, которые оправдывают любое деяние. Итак, у каждого своя правда. Плюрализм правд. Следно для того, чтобы журналисты же это не судьи, они могут выдавать собственные оценки, но непосредственно их работа это рассказать о том или ином событии. Следно, если существует плюрализм правд, нужно изложить все эти мнения, которые существуют по данной проблеме, в связи с данным событием. Пять свидетелей говорят разное, значит, нужно изложить мнение всех пяти свидетелей. Вот плюрализм правд. И вот это есть объективные журналисты. Но с другой стороны, все-таки она правда-то одна, все-таки кто-то кого-то первым ударил, кто-то был зачинщиком этой драки. А мы не знаем все до конца. Правда в виде истины для нас абсолютно недостижима. Как из этой ситуации выйти? Вот второй полюс это правда-факта. что говорят свидетели? Правда у каждого своя, да? Изложить нужно. Но правда-то все равно одна, реальные события развивались определенным образом. Тогда нужно собрать все факты, касающие этого события, плюрализм фактов, и их изложить. Но если у тебя по фактам выходит одно, по показаниям свидетелей другое, то как запрячь это? Выход найден. Очень такой изящный, я бы сказал, и он сконцентрирован в известной, я надеюсь, вам, но во всяком случае вы не могли этого не слышать, не знаю, насколько отрефлексировали это, в известной англосаксонской истине, вернее, в известной англосаксонской максиме, касающейся как раз средств массовой информации. Факты священны, комментарии свободны. Поскольку есть плюрализм фактов, касающихся овольного события, их нужно все изложить и точно. Вот не так, как тебе кажется, а так, как было. Но поскольку есть плюрализм правд, у каждого свой взгляд на эту проблему. Конечно, факты многие опускаются неприятные, а комментарии многие не публикуются, а те, что публикуются, многие тенденциозны. Но формула, согласитесь, и с этим нельзя не согласиться, даже, опять же, марксистским языком, точнее говоря, гегеревским, языком говоря, она диалектична. Она присматривает и то, и другое. Она убедительна в этом смысле. Она отражает полноту и многообразие жизни. Но опять же, если мы вспомним англосаксонскую же юридическую систему, основной, один из основных постулатов этой системы, в частности, выраженной в той присяге, которую дают свидетели, выступая в том или судебном процессе, то мы увидим вот эту формулу плюрализм правд или факты священных, это плюрализм фактов или факты священные, идеально или теоретически эта формула очень хороша, практически не всегда реализуется. Поэтому там, где определяется журналист, безответственно, свободно, написал статью, то есть кто-то за что-то может ответить, но в принципе написал статью, ну и написал. От этого непосредственно чаще всего жизнь конкретных людей не зависит, хотя бывает, конечно, и обратной ситуации. А судебный процесс это вот там, где зависит, просто после, по его решению судьи одни идут в тюрьму, а в некоторых странах даже получают высшую меру наказания, которая там до сих пор смертная казнь. И там опять же требуется при принесении присяги утверждать, что ты будешь говорить, обращая внимание на все составляющие этой формулировки, всю правду, только правду и ничего, кроме правды. Всю правду, понятно, все, что ты знаешь по этому. Только правду, не обманывать, не добавлять ничего лишнего. Не обманывать, не лгать. И ничего, кроме правды. Вот не добавлять, собственно говоря, измышления, догадки, ну и так далее. И вот если вы, повторяю, очень эффектную по звучанию, очень глубокую по содержанию вот эту мысль, факты священной комментарии свободны, наложите на эту же англосаксонскую, на уже из юридической практики максимуму говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, вы увидите, что в принципе это невозможно реализовать. Ясно, что нельзя добиться, ну практически нет жизненных ситуаций, более или менее сложных, более или менее сложных, когда мы можем быть в полной уверенности, что а, свидетели свидетельствуют согласно этой форме, если они даже давали такую присягу, а журналисты, уж тем более, что журналисты пишут согласно этой форме, журналисты еще и писатели, а что такое писатели, профессиональные выдумщики, помимо всего прочего, он даже не контролирует себя, но это известная формула ради красного словца, не пожалею рябца, вот часто в таком писательском раже, ну я знаю, вы за собой замечали, не замечали, ну в ряд кто из вас создавал тексты, ну в собственном смысле слова журналисты, или тем более видеосюжеты, в ряд у вас было возможно, ну кто там что-то делал в школе, это все просматривали, когда собеседование с аточки конкурс выходил, но не под этим углом зрения, в ряд иболах иболе такой многократный опыт, но те, кто долго работал в профессии и может о ней честно говорить, в отличие от тех, кто долго работал, но рассказывает сказки, в том числе и студентам, какой он честный, и какие все остальные нечестные, он не мог не фиксировать, что ты пишешь, пишешь, вот кончается то, что ты знаешь об этом событии, но перо твое продолжает писать, потому что у тебя уже в голове сложилось собственное представление об этом событии, как он развивал, кто виноват, и ты начинаешь что-то, то, что называется высасывать из пальца, да, вот эти фантазии, это имеет отношение тоже к тому, когда мы будем говорить сейчас об армане, эти фантазии, они часто не контролируют моменты, вот я знаю конкретных журналистов, естественно, многих хорошо и давно, знаю их характерные особенности по многим примерам, что они писали, как писали, о тех событиях, и вообще как характер знает, вот я смотрю на экране телевизор на него, я знаю, что вот с этого момента он начал врать, или фантазировать, и не может оставлять, он не контролирует себя, он так убежден в чем-то, как бывает со всяким человеком, этот журналист, не жулись, не важно, такое дело, что журналист должен это контролировать, конечно, что вот эти его фантазии очень убедительно превращаются в его словах в некую реальность, и он не может остановиться, а за ним статус, он вроде бы честный человек извертый журналист. Значит, я вам говорил, кажется, по-моему, на одной из первых лекциях, а может быть, в самой первой вводной лекции, произносил такую фразу, что, такую фразу, ложь, извлеченная в СМИ, есть правда, и предлагал только тогда услышать эту фразу, зафиксировать в своем сознании, задуматься, не задуматься, мы к ней вернемся. вот ложь, изученная в СМИ, есть правда, как раз и предполагает то, что коммунистическая ли теория журналистики, либеральная ли теория журналистики, они декларируют так или иначе многие правильные вещи, многие вещи, которые нужны обществу. И это подкрепляется существованием многих в связи с массовой информацией, которые нужны обществу. Потому что действительно только через эти массовые информации от этих журналистов общество получает вот это все многообразие нынешней, многообразие информации о тех событиях, которые там они никогда сами не увидят, побывать там не смогут и так далее и тому подобное. Вот эти правильные теории, правильные лозуги, правильные утверждения декларированы накладываются на значимость и основательность этого института и получается, что фантазия совершенно часто беспочвенная какого-нибудь уважаемого журналиста становится правой. Как только появляется в сердце массовой информации. Если бы он вам сказал это просто так вы разговариваете, он сказал, да нет, ну не может быть ты ошибаешься. Но когда он говорит это с экрана телевизора, во-первых, уже в вашей личной точке зрения не нужно ошибаться или не ошибаться, может остаться при этой точке зрения. Все остальные, они-то его лично не знают, у них нет возможности вот так с ним с глазом на глаз поговорить и сказать что-то не так вот, ты как-то с этого места по-моему стал искажать их от событий и тем более их трактов объективно. Они просто говорят по определению, потому что это с экрана телевизора произнесено, поскольку это известный журналист, поскольку до того он писал умные статьи и факты в них присутствующие подтверждались, насколько у кого подтверждалось это все забывается. Уже они зависят от той лжи или от тех фантазий, которые сочиняют журналисты. И не собака политики начинают вертеть хвостом журналистами, а те подмахивают им все общество, а уже хвост вертят собакой и политики принимают решения на основе тех картинок, которые им готовят журналисты. Это тоже не случайно рождается. Это не плод патологической фантазии какого-нибудь сценариста, которому снится по ночам, как он с наслаждением ест, насилует детей. Поскольку в жизни это делать опасно могут и посадить, то он пишет сценарий соответствующий, приносит продюсер, и он как замечает. Какую аудиторию можешь собрать? Таких, как ты, вообще-таки 10% утверждают специалисты. Вот 10% от аудитории, плюс остальные привкнувшие, те, кто боится, что их изнасилуют или саживают, а страх этот естественный, они все будут смотреть. В данном случае нельзя сказать, что сюжет о хвосте вертящим собакой взят из каких-то патологий. Это в общем-то безсумно реальных событий, связанных с прессой. И действительно так ложь, произнесенная публично, но вообще-то, вообще-то публично, но когда возникнет институтсия массовой информации, тем более, в электронном оснащении, произнесенная ложь становится общественной правдой и очень редко разоблачается. Очень редко разоблачается. Опять же, если вы в своем сознании покопаетесь в своих знаниях, вы увидите, вот как много это называют стереотипами, там могут называть стереотипами мышления, стереотипами общественного сознания. назвать можно всякими красивыми словами. Важен такой стереотип, то, что, как привыкли думать, но привыкнуть думать ложно и привыкнуть думать так, как есть на самом деле, это разное, то есть привычка, механизм один, но содержание это разное, поэтому вот здесь, повторяю, нельзя жить, работать в средствах информации постоянно перелистывая каждодневный учебник мой или какой-то другой. Это сумасшествие. Ну, тогда, собственно, лучше идти на какой-нибудь факультет и там преподавать эту дисциплину. Ну, нужно заложить ваше сознание, чтобы оно легло в годы обучения вот эти основные иногда это называют рейтинные точки в вашей сигнальной системе, чтобы вы реагировали на эти ситуации как на некую опасность или проблему, чтобы вы понимали, что здесь есть проблема, вы должны принять решение для себя или для того, чтобы отреагировать на какой-то текст. Вы-то должны знать, иметь перед собой реальное и свое обсознание реальную картину того, что происходит, а не просто верить журналисту, потому что он такой известный или наоборот не верить ему, потому что он такой неизвестный или потому, что если он из коммунистической газеты правда, то ему не верить, поскольку рыночное время и поскольку вроде бы теория коммунистической теории в жизни проиграла вот эта элеграна, это совершенно очевидно, но это не значит, что она плоха или менее честна в том случае я пытался доказать обратное вот есть правда она вам известна она известна редактору, выпускающему редактору главному редактору данного издания данного телеканала данной телепередачи вот точно это правда все в этом уверены а теперь вот дальше вы с этим столкнетесь по мере освоения разных специальных телевизионных дисциплин кинематографических телевизионных и безусловно столкнетесь и сейчас на несколько теоретическом уровне касающемся данной проблемы тоже повторяйте себя смыслить эту правду зависит от того где, в каком месте в каком контексте в каком окружении в данной передаче в данной газете ты поместишь можно сделать максимально известный можно сделать потому что ты пишешь правду и помещаешь в фибр можно сделать минимально известный ну например в газете если на первой полосе запечатаешь правду это максимально известный а если в конце номера там где кроссворд астрологический прогноз еще там какая-то ахерия ту же самую заметку да еще поменьше объема да вообще никто не заметил кроме тех кто решает кроссворд или читает астрологические прогнозы а это допустят меры присутствующие думаю что к сожалению вы тоже читаете астрологические прогнозы даже верите короче говоря это никто не заметил а правда напечатано и то же самое в телевизионной передаче а в телевизионной передаче поскольку есть еще изображение и прямой монтаж это монтаж это называется на телевидении в кинематографии на телевидении монтаж метеоритическая аналогия аналог печатной журналистки это подача материала ну и так на телевидении наверное слово монтаж в печатной журналистке не используется значит если в правду сообщает журналист очень известный очень авторитетный в одной той же передаче и в начале там или в конце в данном случае как раз в конце передачи это не в конце газеты это разные вещи в конце газеты никто не заметит а в конце передачи это почти так же как в начале передачи в разной ситуации ну где-то внутри передачи малоизвестный журналист например самый не так а может подобрать такого журналиста один вид которого любую правду сделает неправдой и что бы он не произносил а теперь следующий вариант допустим сегодня президент X страны Игорь выступил с некой пламенной и очень важной речью и газета X и там телепрограмма газета Z телепрограмма публикует это речь и текст и видео его выступления это правда этот президент говорил это да, говорил мы ее передаем адекватно эту правду ничего не там он говорил там 3 минуты можно в телевизионный формат впихнуть тем более а теперь представьте что самый примитивный ошибатель зеленых вариантов как можно это сделать внутри этого текста выступления данного президента X вставляется врезка так называемую делу где цитата из того же самого президента X на ту же самую тему но 2 года назад говорил и там даться прям противоположно это бывает в политике очень честно опять правда и самая цитата правда и то правда это правда вставляем вместе что получается какой эффект для аудитории этот человек лжестый либо он не помнит либо он сумасшедший не помнит что говорил 2 года назад о том же самом либо он неудачливый политик вот он деляет ну и так далее подача материала монтаж прав может создать представление о данной правде что есть абсолютная ложь а повторю на телеэкране можно подверстать такое то есть понимаете вот этот простой пример который я привел сочетание двух прав ничего не искажено одна правда сегодняшний день что сказал датой человек другая что он же сказал 2 года назад никто ничего не придумал перевертывать ситуации в общественном сознании этот умный политик превращается на то что глупо еще и в лжеца поскольку лжеца тот кто говорит в разных ситуациях раз в принципе да я бы тоже говорил у вас отлично что правда это очень сильное оружие ну как сказал правда это такой смелый человек честный человек но вот не до конца осознается что даже в житейских бытовых ситуациях как можно как много можно сделать произнесение слова правда ну и лжи тоже естественно и даже от комбинации разных прав может все измениться вот у вас не должно быть такого бытового общепринятого непрофессионального подхода к этим проблемам вы должны осознать что в ваших руках каждый день если вы работаете на телевидении ваших личных и всего коллектива в которых вы работаете по правилам этого коллектива вы не будете там работать по собственным правилам но пока вы не станете начальником тогда у вас там другие обстоятельства но тем не менее у вас вот собственно правда ложь обмар и умолчание об этом можете не сказать это можете переврать вот можете сказать целенаправленно кого-то обалдать и можете говорить правду вот у вас четыре таких главных инструмента и вы каждый день будете ими действовать то есть самые простые примеры которые позволяют осознать насколько это сложные в принципе простые сами по себе но острые инструменты особенно при их определенной комбинации с разными совершенно последствиями показывают что в ваших руках оружие в руках телекомпании со смазой информацией оружие оружие а телевидение как мне уже приходилось довольно давно говорить телевидение это политическое ядерное оружие в этом смысле вопрос о том кому должны принять телевизионные каналы отнюдь не праздный не классовый и не предмет злой воли каких-то политиков если ядерное если телевидение это ядерное оружие а вот боеголовки это вот правда и ложь вот две главных то вы на примере из международной жизни все дискуссии известны вы как предпочете чтобы каждый в этом городе имел патанные бомбы или все-таки лучше чтобы кто-то один и пусть государство контролирует с автоматами калашникова опять же по ходу жизни разобрались ну хрен с ним пусть все имеют по автомату калашникова сколько при этом так убивается людей не за что это в общем что там вопрос время-то не возникает дискуссии но в принципе игнорируют ну уж ядерное оружие вы хотите чтобы ядерное оружие было у каждого в руках хотя бы у каждого студента Московского государства университета вот вы это работая на телевидении вы получите в коллективное пользование а иногда и вам сами предпринимают решение по некоторым вопросам когда даже начальник не будет не в полностью не в курсе ситуации а вы-то знаете ситуацию у вас будет ядерный заряд небольшой в руках или большой на этой мысли закончим сегодняшнее занятие хочу что вы мы что вы вы что вы вы Продолжение следует...